Позвольте представить мне не только наши данные, но и общую ситуацию, которая сейчас есть в создании систем искусственного интеллекта. Я представлял эти данные на ассамблее «Здоровая Москва». Сейчас, секундочку, я включу экран. А также еще на одном достаточно крупном конгрессе, поэтому прошу меня извинить, что некоторые слайды будут без русского перевода. Я их очень детально прокомментирую, и они очень хорошо понятны широкому кругу пользователей. Итак, здесь ли уже будущее? Ответ, скорее всего, утвердительный, судя по тем дискуссиям, которые есть у нас. И мне бы хотелось начать с передовицы «The Telegraph», которая в 2017 году… Сейчас, подожди, я наушничек возьму, чтобы тебе не мешать. Сейчас, подожди. Поставила искусственный интеллект в эндоскопии, и конкретное исследование, и конкретное создание программы в этой области, японских специалистов, поставила в один ряд успех с теми прорывными достижениями и открытиями, которые делают нас ближе к решению проблемы из лечения от рака. Я в конце своего выступления покажу результаты этой работы наших японских коллег, которым мы очень хорошо знакомы и сотрудничаем, общаемся. Это группа профессора Куда, у которого я в 2001 году учился делать колоноскопию. Это действительно прорывная работа, и такую высокую оценку, которую дают британские, серьезного уровня британские журналисты, нельзя не игнорировать, поэтому, наверное, будущее уже здесь. Научный интерес к системам поддержки принятия решений врача в эндоскопии возрастает с каждым годом, и хотя истинное, абсолютно точнее число публикаций не такое уж и высокое, но, тем не менее, мы видим, что на каждом крупнейшем международном конгрессе с каждым годом публикации растут, и эта тема вызывает действительно очень серьезный интерес и не хайповый интерес. Почему такой интерес к системам поддержки принятия решений? Потому что мы уже об этом сегодня говорили, потому что живые врачи допускают ошибки, и если мы обратимся к данным по пропущенным ракам пищеварительной системы, а это, наверное, один из самых важных для нас, для эндоскопистов, показателей, потому что эндоскопы и созданы для того, чтобы видеть опухоли небольших размеров, которые можно эффективно вылечить эндоскопическими технологиями, и выполнить малоинвазивные органосохраняющие операции тем пациентам, у которых рак еще не дошел до стадии метастазирования, и такой рак действительно можно очень эффективно излечить. Так вот, посмотрите, пожалуйста, какой высокий процент пропущенных раков дают различные исследователи. Даже в Японии, стране с наиболее высоко развитой эндоскопией, в ряде исследований отмечен почти 20-процентный пропуск неопластических изменений при выполнении эндоскопических исследований. Один из последних метаанализов в этой области, опубликованный Миноном в 2014 году, говорит о том, что в одном из 400 гастроскопий, в одном случае из 400 гастроскопий, врачи пропускают рак. Это очень неблагоприятные новости, неблагоприятные данные. Почему это происходит? Да потому что большинство опухолей, которые мы видим в пищеварительном тракте, начальных стадий, они сложно диагностируются даже в экспертных центрах, потому что эти опухоли имеют очень маленькие размеры, как правило, менее полутора сантиметров, они плоские, еле заметные, требуют не только опыта специалиста, но и высокого уровня эндоскопической техники. Что дает нам высокий уровень эндоскопической техники? Вот посмотрите на два фрагмента из нашего эндоскопического курса, который проходил в прошлом году в Ярославле, в левой части, на левом фрагменте. Профессор Рухи Руинова, президент японского эндоскопического общества, демонстрирует уникальнейшие возможности новейшей эндоскопической японской системы, которая увеличивает изображение более чем в 100 крат. Мы видим мельчайшие структурные детали, патологически измененные сосуды, микрососуды. Эта система позволяет нам увидеть даже эритроциты, которые бегают в капиллярах сосудов во время эндоскопических исследований. Конечно, такие системы позволяют нам увидеть микроструктурное изменение слизистой оболочки, в данном случае пищевода, и опытным экспертам оценить эти изменения как доброкачественные или злокачественные. Вот второй очень интересный пример новейшей эндоскопической системы Pentax, которая имеет линзу со 136-кратным оптическим увеличением. И это наш большой друг, профессор Рихан Хайдри, руководитель крупнейшего эндоскопического центра в Лондонской университетской клинике, который использует различные контрастные технологии улучшения изображения, и говорит о том, что это фантастическая техника, которая позволяет нам взглянуть в будущее эндоскопической диагностики. И вы видите, что эта система, конечно, увеличивая эндоскопическое изображение, дает нам потрясающие возможности определения микроструктуры поверхности, самых мельчайших изменений, характерных как для доброкачественных образований, так и для начальных стадий рака. Однако, использование такой техники приводит к тому, что количество информации, количество данных существенным образом растет. И вы видите, что при использовании увеличительных эндоскопов количество пикселей увеличивается как минимум четырехкратно. Поэтому, конечно, новые эндоскопические технологии позволяют диагностировать мельчайшие изменения слизистой, но они ведут нас и к увеличению числа информации, которая поступает для нашего глаза. И даже это можно сравнить с художественными произведениями, и, в общем-то, не нужно быть очень внимательным или большим знатоком современного искусства, чтобы понять основную концепцию и канву черного супрематического квадрата Казимира Малевича, но разобраться в тонкостях и нюансах колумбийских джунглей Кристианы Вильямс, которая является модным лондонским оформителем и художником, ну, в общем-то, достаточно сложно. И необходимо приложить знания, знания тех животных, которые там изображены, для того, чтобы каждого из них выделить и отметить в своем восприятии этого произведения. Если перевести эту ситуацию на эндоскопию, то, как правило, мы сталкиваемся все-таки с непростыми ситуациями в нашей клинической практике. Вот обратите внимание на эндоскопическое изображение антрального отдела желудка пациента, где мы используем контрастное изображение, узкоспектральное изображение, эндоскопическое. И на этом изображении мы видим несколько структурных изменений слизистой оболочки. Используя эндоскоп с оптическим увеличением, мы можем, каждое из них правильным образом распознать, классифицировать и подвергнуть, например, биопсии только те участки, которые действительно имеют признаки злокачественных для того, чтобы, во-первых, правильно провести дифференциальную диагностику и избежать неоправданных биопсий, потому что таких участков в желудке может быть более 20 и 30. Но такие технологии, конечно, доступны для экспертных центров. И вот в этом случае, как говорил уже Евгений Леонидович, конечно, система поддержки принятия решений могли, могут быть для нас хорошим инструментом в помощи и в ассистенции при решении сложных задач. Почему это надо? Потому что не все эксперты, кто имеет даже такие эндоскопы в своих клиниках. И если обратиться к опросу топ-ведущих экспертов в разных странах, это объективная ситуация, она даже не зависит от опыта и натренированности глаза врача, но она объективна тем, что, например, в Японии каждый из серьезного уровня экспертов имеет как минимум более 100 случаев раннего рака желудка в год, сталкивается с такими случаями просто чаще. А в европейских странах, особенно, например, в странах, где рак желудка не является такой серьезной проблемой, как, например, в Италии, то Чезаро Хасан, который написал все современные, участвовал в написании почти всех современных рекомендаций европейского эндоскопического общества, не видит достаточное количество таких случаев. Поэтому в его глазах нет такого уровня экспертизы. И вот в этом случае системы поддержки принятия решений могли бы сослужить нам очень важную службу и помочь нам подстраховаться в тех случаях, когда у врача нет достаточного количества данных в его голове, заложенных данных в его голове для дифференциальной диагностики и распознавания патологических образований. Итак, компьютерные системы принятия решений, они используют как традиционный подход, так и глубокое обучение, о чем мы сегодня говорили, с помощью построения систем, сверточных систем. Но я бы хотел очень кратко осветить современные данные исследований, в которых мы тоже принимали участие, которые направлены на диагностику с помощью систем поддержки принятия решений, которые направлены на характеристику патологических образований и, что очень важно, на контроль качества, о чем я расскажу более детально тоже в конце. Итак, если мы говорим про диагностику неоплазии в пищеводе, я постараюсь отразить все отделы пищеварительного тракта, то работа, в которой мы принимали участие под руководством профессора Хайдри участвовала большая группа специалистов из Лондонской университетской клиники, то мы работали над созданием базы данных для распознавания сосудистого рисунка при раннем раке пищевода в соответствии с действующей международной классификацией, которой показано на экране. Я не буду ее подробно освещать, поскольку у нас все-таки аудитория широкая и не только эндоскописты, которые хорошо знают классификацию Деквот. Эта классификация валидирована, она имеет очень высокий уровень доказательности и по типу строения патологических микрососудов в слизистой оболочке пищевода можно с высокой долей вероятности распознать, различить точнее доброкачественные изменения, такие как воспалительные изменения от злокачественных, от начальных стадий рака. Это также очень важно для тех специалистов, которые не обладают высоким уровнем экспертизы. Вот вы видите все эти типы рисунков на эндоскопических изображениях, полученных с помощью современных эндоскопов, имеющих оптическую линзу со более чем стократным оптическим увеличением. И, конечно, специалист может легко в этом разобраться, однако неэкспертные центры, а также системы контроля качества могут использовать системы поддержки принятия решений, которые создаются с помощью нейронных сетей. И вот мы говорили об аугументации. Для этого исследования были взяты изображения всего-навсего 17 пациентов, и из них были получены более чем 7 тысяч изображений очень высокого качества с различных ракурсов, с различными преобразованиями этих изображений, которые позволили создать нейронную сеть, работающую достаточно точно. И механизм работы системы такого уровня я бы хотел представить на простой достаточно схеме, вот как работает, да, как эта система работает. Молодой специалист, взяв в руки такой эндоскоп, получает изображение с оптическим увеличением, со значительным оптическим увеличением. Дальше это изображение поступает в суперкомпьютер, и с помощью сетей, нейронных сетей классифицируется это изображение, и дальше мы переходим, программа переходит к предсказанию и к определению не только патологического образования, но и действий специалиста, что он должен в этом случае сделать, выполнить биопсию или выполнить уже какие-либо другие действия в зависимости от стадии рака и от того, какие риски эта стадия рака имеет в отношении метастазирования и возможно ли выполнить то или иное эндоскопическое лечение в этом случае. Ну и так далее. Следующее изображение имеет уже другую структуру. Это изображение имеет более высокий риск глубокой инвазии, поражения лимфатических узлов, и система позволяет врачу-эндоскописту не ошибиться в принятии решений. Ну и, наконец, уже инвазивный рак, где более высокие риски метастазирования, поэтому в этом случае специалисту уже необходимо думать о мультидисциплинарных консилиумах, привлекать активных хирургов, онкологов и думать о том, что таких больных надо все-таки оперировать хирургическим методом. Следующая область – это желудок. И здесь наша работа была проведена, многолетняя наша работа была проведена совместно с австрийскими специалистами, с профессором Хербертом Эдельсбрунером из университета города Грасс, интереснейшим человеком, который занимается и прикладной математикой, и топологией, и с помощью его знаний, его команды, а также наших ярославских специалистов, нам удалось решить задачу классификации различных типов рисунка, эпителия, слизистой оболочки, желудка при доброкачественных состояниях, а также при раннем раке желудка. Мы классифицировали достаточно серьезное изображение, ну, фактически вручную, с помощью экспертов, и дали достаточное количество информации для компьютерной системы, которая была обучена для предсказания диагноза, и вы видите, здесь были использованы и как раз созданы персистирующие диаграммы с помощью топологических данных, которые были уникальны для каждого типа рисунка, эпителия в желудке для доброкачественных, для нормальной слизистой оболочки, для доброкачественных образований, а также для ранних форм рака. И вот как происходила классификация изображений с неясными патологическими финальными данными. Эта система, используя геометрические и топологические признаки, классифицировала эти изображения, относила их к определенному классу и самостоятельно выделяла те или иные части даже одного изображения, самостоятельно классифицировала их в один из трех классов, что позволяло нам достаточно точно проводить дифференциальный диагноз от доброкачественных образований и злокачественных. И финальные данные наших исследований, которые были доложены в 2018 году на Ярославском симпозиуме, а также были доложены на Европейской гастронеделе Романом Олеговичем Куваевым, показали высокую точность работы этой системы, превышающую 90%. Мы для тестированной этой системы использовали данное изображение, заслепленное изображение из Токийского университета, любезно предоставленное известнейшим специалистам в диагностике лечения раннего рака желудка такуджи-гатодой. Ну, а эта система работала следующим образом. Мне бы хотелось здесь показать очень короткий видеофрагмент. Вот маленькое патологическое образование, имеющее размеры 3 мм в желудке. Мы используем эндоскоп с оптическим увеличением изображения, увеличиваем его более чем 100 крат, почти в 115 крат, и получаем очень детализированное изображение сосудов, и программа без большого труда и без ошибки распознает это образование, как рак окрашивает его в коричневый цвет. Следующее образование, которое имеет такие же размеры и схожие макроскопические данные, нашей системой было распознано как доброкачественное, это участок кишечной метаплазии, то есть замещение нормальной слизистой оболочки другими клетками, еще не злокачественными, и программа окрашивает это образование в синий цвет, что свидетельствует о доброкачественном его характере. Ну и, наконец, третье изображение небольших размеров, около 1 см, тоже сложное для диагностики. Вот вы видите изображение с оптическим увеличением, четкую демаркационную линию, патологические сосуды, и программа безошибочно распознает это изображение как злокачественное. Мы движемся дальше, и действительно используем теперь не только традиционные подходы, но все больше и больше используем нейронные сети для этой работы. Однако используем предыдущие данные, предыдущие накопленные информации по ранним раку желудка. Роман Олегович расскажет об этой работе. Она была представлена на последней европейской гастронеделе в 2019 году, где было 15 тысяч участников, и эта работа заняла первое место среди всех пострадных докладов, посвященных искусственному интеллекту. Она позволяет нам с высокой точностью, используя новые алгоритмы, диагностировать те патологические участки, которые имеют признаки раннего рака желудка. Эти данные были представлены министру здравоохранения Веронике Скворцовой в прошлом году, когда она посещала нашу клинику, и мы вживую демонстрировали результаты этой работы. Эта система работает онлайн на сегодняшний момент. И вы видите на среднем верхнем снимке, как молодой врач, держа в руках такой эндоскоп, но не имея достаточный уровень экспертизы, Анастасия Меркулова может иметь очень серьезную поддержку компьютерную для того, чтобы ей не ошибиться в принятии решений о характере того или иного патологического процесса в желудке. Теперь мы движемся ниже по желудочно-кишечному тракту. Это толстая кишка. Это такая наиболее интересная и значимая область для создания систем искусственного интеллекта. И здесь мне бы хотелось показать несколько коротких фрагментов, начать с видео нашего большого друга Майкла Хафнера, который сегодня, к сожалению, не смог присоединиться к нашему вебинару по причине большой занятости на работе. И вот эта система, используя похожие алгоритмы, как алгоритмы автопилота Теслы, определяет и находит, и определяет полипы в толстой кишке, но здесь, конечно, полип более очевидный. Тем не менее, это система, в создании которой принимал участие Майкл Хафнер сейчас положена в основу новейшего комплекса искусственного интеллекта, который представлен компанией Pentax уже для первых европейских исследований. Что сделала наша команда в этом направлении? Мы идем дальше, мы идем в сторону контроля качества, и наша программа обучается сейчас распознаванию определенных зон в толстой кишке, и в частности, с самого начала толстой кишки, пусть и червеобразного отростка. Извините, это видео касается такого же распознавания полипов с использованием своих уже построенных нейронных сетей. Вот этот полипы программа его очень четко обозначает. А вот на этом фрагменте вы видите систему с элементами контроля качества, где программа автоматически, компьютер автоматически распознает усти червеобразного отростка. Это свидетельствует о том, что эндоскопист провел исследование полноценно, провел эндоскоп в купол слепой кишки, то есть выполнил тотальную эндоскопию. Это один из важнейших элементов контроля качества, который используется во всех странах мира, и в частности, в Америке. Если не достигнут купол слепой кишки и не сфотографированы устья червеобразного отростка, то страховая компания имеет полное право не заплатить за такую скрининговую колноскопию. Поэтому создание подобных систем приближает нас к умному контролю за качеством выполняемых исследований в нашей клинической практике. Ну и завершить этот блок колноскопический. Мне бы хотелось видео, которое представлено нашими коллегами из Японии, собственно говоря, которое и было отражено в передовице газеты The Telegraph в 2017 году. Это уникальная система, работающая на основе эндоцитоскопа, увеличивающего изображение более чем 500 крат. И эта система позволяет не только распознать патологическое образование и провести отличие неопластических от доброкачественных образований, но и имеет еще, эта система имеет еще определенный уровень предсказательности, который вы видите появляется на экране, что полностью не выключает врача из диагностического процесса, а позволяет ему думать и принимать все-таки финальное решение о том, какое это патологическое образование, доброкачественное или злокачественное, в зависимости от того уровня предсказательности, который он видит на экране в правом нижнем углу, показанное в процентах. Ну и теперь контроль качества. Это уникальная работа наших коллег из Уханя, профессор Хон Ганг Ю, хорошо нам знакомый, который оперировал у нас в клинике в прошлом году на Ярославском эндоскопическом симпозиуме. Хон Ганг является одним из лидеров создания систем контроля качества не только в Китае, но и в мире. Он один из самых востребованных на сегодняшний день лекторов, и эта система действительно позволяет проводить уникальную оценку площади осмотренного, осмотренной площади поверхности в желудке, которая осмотрена специалистом на основании данных эндоскопических изображений и на основании данных живых видео и позволяет оценить полностью ли осмотрен желудок. Ну, например, если желудок осмотрен более чем на 95%, значит, врач выполнил фотодокументацию и осмотрел все точки, которые необходимы, которые включены в стандартный эндоскопический протокол, и эта программа позволяет нам избегать тех слепых зон, которые врач вроде бы и должен посмотреть, в которых могут скрываться различные патологические образования, но, тем не менее, врач не выполнил фотодокументацию этой зоны и не провел туда эндоскоп. И в случае, например, неполного осмотра желудка или 70 даже процентов осмотренной поверхности желудка, руководитель подразделения и клиники имеет полное право воздействовать, в том числе и финансово, на тех специалистов, исследования которых не соответствуют тем критериям качества, которые установлены в этой клинике и занесены в программу оценки работы того или иного специалиста. Вот на этом мне бы хотелось завершить клиническую часть, перейти к заключению и сказать о том, что опубликовано совсем недавно в New York Times, то, конечно, количество информации, которая накапливается сейчас в медицине огромное и эти данные растут почти на 50% возрастают ежегодно. Невозможно оценить эти данные с помощью мозга человека и здесь, конечно же, нужны инновационные системы поддержки принятия решений врачей, которые смогут в будущем очень быстро и эффективно оперировать столь большими базами данных Big Data. Ну и какие преимущества систем, компьютерных систем? Мы о них сегодня уже чуть-чуть говорили, о том, что эти системы позволяют быстро оперировать большими базами данных, что они не испытывают усталости или потери концентрации. Интересная еще публикация, на которую также ссылается New York Times, говорит, что существует два разных специалиста в медицине. Один из них называется понедельник, другой из них называется пятница. И уровень концентрации этих двух специалистов очень сильно отличается, особенно если это касается работы в таких сложных условиях, как сейчас реанимации в эпоху коронавирусной инфекции, или же даже работа эндоскопистов в этих реанимационных условиях. Поэтому, конечно, системы, о которых мы сегодня говорили, они не испытывают потери концентрации, не испытывают никакой усталости. Кроме того, эти системы могут быть хорошим вторым мнением, которое позволяет подстраховать молодых врачей от эндоскопических ошибок. Ну и, конечно, накопленные базы данных, правильно обработанные, позволяют тренировать и тестировать врачей-эндоскопистов, они служат для образовательных целей. Однако, существуют еще и сложности, потому что наилучшие алгоритмы до сих пор не выработаны, системы, которые сейчас зарегистрированы в частности системы GIA Genius, которая проходит серьезную оценку FDA. Эта система достаточно дорогостоящая и не может быть использована сегодня в тех клиниках, которые не имеют большой эндоскопии, больших эндоскопических отделений, не имеют достаточно средств и покрытия этих исследований со стороны страховых компаний. Ну и, кроме того, нужно взаимодействовать не только между медицинскими специалистами, но и между компаниями-производителями техники, потому что все-таки те технологии, которые они сегодня представляют на рынке, несколько отличаются друг от друга, они не являются универсальными. Ну и в завершении мне бы хотелось рассказать об уникальной новейшей эндоскопической системе, которая представлена сейчас компанией Pentax, это Discovery, система Discovery, которая позволит нам в недалеком будущем решать самые сложнейшие задачи и диагностики, и характеристики, и контроля качества при проведении колоноскопических исследований, поскольку она сможет не только обнаруживать полипы, но и считать их, заносить их в эндоскопический протокол и подсчитывать различные элементы контроля качества, которые необходимы при выполнении соблюдать при выполнении скрининговой колоноскопии. И мы с большой гордостью можем сказать, что первая такая система в ближайшем будущем поступит в нашу Ярославскую клиническую онкологическую больницу для первых европейских апробационных исследований, которые в ближайшем будущем позволят вывести эту систему уже на международный рынок и иметь точные данные по ее точности эвалидировать ее как систему высокого качества поддержки и принятия решений в эндоскопии. В завершении мне бы хотелось сказать несколько слов о предстоящем Ярославском эндоскопическом симпозиуме, который состоится в этом году в новейшем формате, в формате Yes on Air. И мы планируем провести все те же мероприятия, которые в прошлом году были не только в эфире, но и были при тесном общении более чем тысячи слушателей, которые были в нашей стране. Мы постараемся сделать виртуальный забег и объединить наших японских, итальянских, российских специалистов из разных уголков нашей большой страны в едином таком объединяющем нас после сложных условий работы забеги, а также сделаем и сессии по искусственному интеллекту и живые трансляции из ведущих японских, европейских, российских клиник, а также организуем чемпионат по колоноскопии, организуем театр, эндоскопический театр и организуем сессии для гастроэндрологов эндоскопистов в формате откровенных разговоров, которые позволят идущим специалистам поделиться тонкостями и нюансами современной гастроэндрологии и эндоскопии. Большое спасибо за ваше внимание, я готов ответить на те вопросы, которые есть у наших экспертов и у аудитории.